Всем привет! Сегодня у нас очередной спорт. Занимаемся мы спортом более трех месяцев. Есть, конечно, результаты, но все люди почему-то думают, что мы начали худеть. Но на самом деле мы не для похудения начали заниматься спортом, а для того, чтобы, во-первых, остановить рост жира, да, как даже выразиться. Были такие моменты, когда я чувствовала, что я прибавляю в весе и понять не могу с чего, потому что я действительно мало кушаю, мало ем какой-то высококалорийной, вредной пищи. Да, я могу там, допустим, там Новый год, 23 февраля, 8 марта, там, ну, тортик, например, скушать и какой-нибудь салатик. А так у меня, в принципе, вся еда, это супы каждый день и так далее. И я начала понимать, что у меня что-то не так. Конечно, в первую очередь я начала искать проблемы в гормонах. Сдала на гормоны и поняла, что, в принципе, у меня с гормонами все в норме. Ну и так как гормоны оказались в норме, я поняла, что я, наверное, скорее всего, начала сильно полнеть от малоподвижного образа жизни. Плюс к этому появились такие незначительные сначала проблемы, года 2-3 назад они начались. Это боли в шее, потом началось давление, потом я начала ходить к остеопату. У нас, кстати, в городе Кирове, в клинике Савермет, очень хороший мануал. Ананьев фамилия, вот Андрей Юрьевич, имя, отчество, если что, обращайтесь к нему. Кто меня из Кировчан смотрит, просто врач от Бога, шикарный. После него, конечно же, я проделывала массаж, и мне какое-то время становилось легче. Но потом такая случилась интересная вещь, что я не могла никак понять, почему все равно вес прибывает. И вот как раз началась, когда пандемия, мы все сели дома, а до этого мы путешествовали, сами знаете, по разным странам, городам, по 6-8 поездок в год у нас стабильно было. Мы ездили с дочками интенсивы и так далее, и в разные страны мира посещали, и компания нам курорты оплачивала, в общем-то, и очень много было поездок. И, конечно же, мы двигались. Если мы что-то набирали, мы скидывали, и вроде бы все было нормально, и я была размер 48-50, и меня это особо не волновало. Меня вообще не волновал лишний вес. Но когда весной, вот этот 21-й год, самый такой пандемийный, весной я начала примерять одежду, в которой я ездила в Италию еще за счет компании. И вот вы представляете, я поняла, что у меня пуговица сантиметров на 5 в талии не сходятся. Я просто не могу, и мне нужна полностью вся новая одежда. И я тогда ужаснулась, я поняла, что скоро получится такая ситуация, что я начну, по-моему, даже как будто больше, толще становиться. Я, конечно, этого момента испугалась. И плюс началось давление, началось что-то такое, знаете, ощущение, когда ты пьешь этот антипал с аспирином, и тебе помогает буквально на 2 дня, и ты снова его начинаешь пить. Ну и, конечно, возраст. Мне сейчас на данный момент 37 лет. И вот когда я поняла, что что-то не так, я начала обращаться к специалистам. И все до единого специалисты, каким бы я ходила, мне все говорили, вы слишком мало двигаетесь, у вас застойная отечность, у вас застой жидкости в организме, у вас перенапряжена шея и спина из-за того, что мышц вообще нету на спине, на талии, на животе и так далее. И огромная нагрузка, получается, идет на шею, тут же идет нагрузка на сердце, потому что я еще вдобавок кофеман, и я поняла, что я просто порчу, порчу, порчу свое здоровье. Я перестала куда-то ездить, вот эти все отдыхи, вокзалы, аэропорты, вот эта вся подвижность, которая у меня была, она исчезла во время пандемии. И вот как раз в этот период я набрала около 8-9 килограмм, причем очень резко. И вот это вот ощущение того, что я хочу похудеть, у меня, конечно же, появилось после того, как я набрала вот эти 8-9 лишних килограмм. Но когда я начала заниматься спортом, я приобрела вот последние 3 месяца хорошее самочувствие в первую очередь. Я поняла, какая я слабая, я поняла, какая я негнучая, что у меня абсолютно нет никакой растяжки. И самое интересное, что у меня начала пребывать ум, сообразительность и так далее, и так далее. Спасибо огромной Иришке Соколовой за то, что она меня взяла. Потому что придя в один спортзал, мне сказали, нет, мы вас не возьмем, потому что у вас вот ряд проблем, которые я перечислила, и они меня брать не захотели. У меня еще есть проблемы немножечко по-женски, после родов, да, и так далее, и так далее. И люди просто боялись меня брать, посмотрев мою карточку, да. То есть тренеры не хотели брать на себя такую ответственность. И вот я очень долго искала тренера. И почему я начала заниматься онлайн? Потому что у меня ограниченное количество времени, и я понимала, что мне разрешили легкую гимнастику, да, мои врачи разрешили или легкую гимнастику, или бассейн, или ходьбу. То есть они мне сказали, не бегать, не ходить в зал, не качаться, сильно не гнуться. То есть вот это вот все такое прочее. И вот как раз случилась та ситуация, когда мы с Ириной начали заниматься, и у меня начали выплывать все вот эти вот застоялые проблемы. То мне зажимало шею сильно, то у меня сводило ногу, то у меня стреляло в коленку. Я без конца, без края ходила между занятиями по салонам, и просто меня обкалывали шею озоном, коленку озоном. То есть я таким образом себе помогала, мне немножечко что-то разобьют, я опять все сожму на занятиях, потому что упражнения делала не всегда правильно, дышала не всегда хорошо. И вот когда вот этот компроблем занятий первый месяц у меня отошел на задний план, и вот через месяц я начала себя хорошо чувствовать. Хотя месяц, грубо говоря, я практически не работала. Слава Богу, у нас бизнес онлайн, и я могла уделить это время себе, вот это переломное время, когда я то занималась спортом, то лежала на столе у массажиста, чтобы меня спасли от последствий этого спорта, и так далее, и так далее. Да, мне было тяжело, но после того, как я начала себя намного лучше чувствовать, я просто не хочу больше возвращаться в те проблемы, которые у меня были. Я поняла, что мое тело снова становится молодым, что у меня ушли проблемы с давлением. Я ни разу за последние два месяца не выпила ни одной таблетки от давления. Для меня это в моем возрасте очень-очень важно, вот, потому что вы знаете, что сейчас и в 25, и в 30 лет бывает уже гипертония, да, то есть сейчас молодежь очень много сидит за компьютерами, очень мало двигается, и у всех бывает куча непонятных последствий. И вот как раз тот момент, когда я действительно счастлива, действительно счастлива заняться спортом, и я это рассказываю вам, потому что у вас на эту тему очень много вопросов. Аня, почему ты не худеешь? Так вот, я не худею по той простой причине, что у меня нет стремления именно похудеть. У меня есть стремление подтянуться, у меня есть стремление лучше себя чувствовать, и это в первую очередь. И это, и, как сказать, вот это в приоритет я поставила своему онлайн-тренеру Ириношке Соколовой. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки у меня минус 10 сантиметров в попе, 10 сантиметров, ребят, объемы уходят. У меня минус 12 сантиметров в груди и всего лишь минус 5 сантиметров в талии. То есть живот уходит медленнее всего, хотя мы больше всего на него делаем всего. Вот, на правильное питание я еще не перешла, и спасибо вам за ваши советы. Правильное питание – это, конечно, вещь, и я на нем сижу периодически. Я начала покупать не чай в Family Club, я начала пить белковый коктейль до занятий и после занятий, и у меня по нашим весам пикук, которые продаются на втором шаге заказа в компании Фаберлик в нашей корзинке, они вот там лежали, я их себе приобрела, и я вижу, что у меня уровень воды стал лучше, что у меня подрастают мышцы и убивают жир, что, может быть, вот эти, по-моему, да, 4,5, нет, давайте возьмем по-честному, 3,9, 3,9 килограмма я точно скинула, потому что вчера у нас было такое застолье на 23 февраля, шикарное, так как я вообще не пью спиртное, я хорошо покушала. Был и торт, были и салаты с майонезом, в общем, давайте полкило мне прибавим, потому что я еще не взвешивалась после этого, вот, и, значит, что получилось? Самое шикарное, это то, что я не только перестала полнеть, но я стала себя лучше чувствовать, я вообще просто поражаюсь над собой, что я теперь могу вот так и так сложиться, вот так и так сделать, хотя в начале пути у меня на ползанятий через 10 минут даже от простого разогрева уже начинала кружиться голова, то есть я помахала руками, плечами, я понаклоняла голову туда-сюда, и у меня уже начинала кружиться голова, и вот это вот состояние какое-то непонятное меня постоянно, постоянно волновало, но мне Ирина говорила, постой, после занятий сразу не иди в душ, посиди немножечко, полчасика отдохни, потом в душ сходишь, ничего страшного, но я, знаете, особенно первое занятие, я так сильно потела, а сейчас я стала уже на занятиях потеть намного меньше, и я чувствую, что те занятия, которые я делала в первый месяц, для меня они стали намного сложнее, нежели во второй месяц, то есть получается первые два месяца я занималась одна, сколько-то со мной начинала заниматься моя старшая дочка, но сейчас она все забросила, потому что это действительно сложно, становиться лучшей версией себя вчерашнего, это очень сложно, становиться лучше каждый день, и тренировать свое тело, свои мозги, это дано, конечно, не каждому, это действительно тяжело, да, вот, и первый месяц мы занимались два раза в неделю, и бывали дни, когда я пропускала, потому что я не могла заниматься, из-за того, что у меня шея не отошла, в коленку стреляет, и вот все, все вот эти вот были проблемы, мы пропускали, второй месяц мы уже занимались стабильно, два раза в неделю, по часу, прямо стабильно, стабильно занимались, а вот сейчас, третий месяц, я увеличила нагрузку, и стала заниматься три раза в неделю, что мне очень нравится, ребят, всего три часа в неделю, и самочувствие вообще намного лучше, причем начали болеть, мышцы болят, да, но немножечко, и начали болеть те места, которые, ну, давным-давно уже, можно сказать, атрофировались, обвисли, потому что послеродовый животик я даже и не думала никогда его убирать, потому что как-то вот, ну, есть и есть, ну, и ладно, ну, и не больно-то и торчит он, и все такое прочее, вот, и вот сейчас я очень рада, я очень довольна, и самое классное то, что со мной начала заниматься спортом свекровь, вот сейчас у меня такие планы, значит, остаться заниматься три раза в неделю, но я хочу, чтобы со мной занималась дочка, вот, а чтобы Антон занимался отдельно на индивидуальных занятиях уже вместе с Ириной, ну, конечно же, тоже онлайн, потому что Ирина у нас москвичка, мы живем в городе Киров, которая Кировская область, не Калужская, а Кировская область, нас часто путают, потому что у нас два Кирова, оказывается, сама об этом узнала только пять лет назад, до этого думала, что наш Киров единственный город, и вот мне сейчас хочется три раза в неделю заниматься с Катюшей, я хочу ее уговорить, чтоб Антон занимался отдельно, и свекровь, мама Антона, она занимается уже больше двух месяцев, и у мамы тоже хорошая очень динамика, она похудела на три килограмма, у нее начал подтягиваться живот, который она очень не любит, и плюсом ко всему, ребята, она стала говорить, что она начала чувствовать руки и ноги, у нее начали не иметь руки и ноги, уже несколько лет назад, у нее давным-давно, начнем с того, что инсулинозависимый, сахарный диабет, и от этого идут, в принципе, все проблемы, и вот сейчас мама два месяца прозанималась, и причем у нее не было таких мощных, крутых проблем, как у меня, то есть Ирина, такой тренер, которая знает к какому возрасту, как подходить, она сначала спрашивает, какие проблемы, она продумывает занятия, и каждый раз занятия разные, они не повторяются, то есть одна и та же группа мышц, она никогда не забьется, потому что все время разные занятия, вот, есть те занятия, которые мы не можем сделать, пока еще, но мы пытаемся их сделать, Ирина сказала, что это тоже очень полезно, пытаться сделать то, что не получается, потому что это идет развитие мозга, причем на занятиях, мы все развиваем координацию движений, развиваем дыхание, развиваем мозг свой, потому что нужно, и батманы делать, и так далее, и так далее, и какие-то такие упражнения делаются, да, вот представляете, вам тяжело, а вам надо запомнить, что вот вы легли, мячик сделали, например, наверх, потом этот мяч, с этим мячиком вы делаете на пресс, катитесь к пяткам, потом от пяток, от пяток вперед, вверх, и причем все это надо надавлять руками на мяч, да, упражнение кажется легким, а попробуйте его сделать, и вы поймете, что махнув так вот три раза мячом, сделав так вот три раза на пресс, просто начинает становиться очень тяжело, начинается одышка, конечно, у меня в планах сделать так, чтобы еще мы добавили, кстати, массаж, недавно приходила к нам женщина, и сделала нам массаж всем до единого, кроме Антона, Антон просто не успел, вот, она сделала массаж младшей дочке, свекрови, свекру, и мне, вот, а в следующий раз она хочет сделать массаж всей нашей толпе, но ей, конечно, это очень тяжело делать, я попросила массаж с обертыванием, какое-нибудь похудительное обертывание, вот, она сейчас думает, что со мной поделать, тащи. Продолжение следует...